К зданию администрации президента Антамак Урдо глава Турции Реджеп Таип Эрдоган прибыл в сопровождении конной кавалерии. Лидеры стран поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Турции. А Реджеп Таип Эрдоган, обратившись к роте почетного караула, произнес приветственную фразу «Салам Аскер». Далее главы государств провели переговоры в узком формате. Президент Садыр Джапаров, тепло приветствуя президента Турции, подчеркнул, что этот госвизит имеет важное значение для дальнейшего развития кыргызско-турецких отношений. Далее под председательством лидеров двух стран состояло шестое заседание Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией. Садыр Джапаров отметил важность дальнейшего упрощения торговых процедур, включая предоставление льгот кыргызским товарам. Также он пригласил турецкие компании к участию в энергетических проектах и строительстве фармацевтического завода для удовлетворения потребностей Кыргызстана и Центральной Азии. В сфере здравоохранения глава государства подчеркнул успех больницы кыргызско-турецкой дружбы и высказал желание построить аналогичные учреждения и в других регионах страны. В завершении он предложил провести Дни культуры Турции в Кыргызстане, подчеркнув важность культурных обменов для укрепления братских связей. Турция является важным партнером для Кыргызстана в контексте изменяющейся мировой системы. Установление всеобъемлющих стратегических партнерских отношений между нашими странами является значимым шагом и отвечает основным интересам наших государств и определяет характер взаимодействия между нашими странами как в двустороннем формате, так и на международной арене. Я думаю, вы согласитесь со мной, что наше всеобъемлющее сотрудничество между нашими странами должно быть не только отражено на бумаге, но и сопровождаться практическими действиями, направленными на объединение наших братских народов. Кроме того, в рамках государственного визита президента Турции был подписан ряд двухсторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-турецкого совместного взаимодействия. Президент Кыргызстана Садр Джапаров и президент Турции Реджеп Таип Эрдаган подписали совместное заявление о выведении отношений стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией на уровень стратегического сотрудничества. В рамках госвизита президента Турции в Кыргызстан были подписаны соглашения в различных сферах, От энергетики, образования и докультуры, что заложит основу для дальнейшего углубления крыльцко-туристического сотрудничества. Сейчас проходит церемония обмена документами. В целом было подписано 19 двухсторонних документов среди ключевых соглашений сотрудничества в области безопасности, медицины, оборонной промышленности, энергетики, а также совместном строительстве гидроэлектростанций. В этом году был подписан меморандум между Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики и Министерством внутренних дел Турецкой республики. Целью данного меморандума заключается в первую очередь обмен информациями, различными статистическими данными и исследование, изучение национальных законодательств с целью постоянного совершенствования законодательства и разработки, реализации программ в области миграции. На пять лет продлеваем наше соглашение и по финансированию будут со стороны Турецкой республики. И второе соглашение то, что в той же клинике доступ будет продолжаться пересадки органов, пересадки почки, пересадки печени и костного мозга. Турция является одним из стратегических экономических партнеров Кыргызстана. Он является практически номер один по инвестициям, прямым инвестициям в нашу экономику. Кроме того, есть определенные наработки в сфере легкой промышленности у нас, в переработке, в энергетической отрасли. Как вы знаете, сегодня было подписано соглашение по строительству каскадов на реке Казарман. Я думаю, что это порядка 900 миллионов киловатт-часов. Все это даст возможность для экспортно-импортных операций как оборудования, технологий, также и взаимного товарооборота. А уже после Садриджапаров сделал заявление для стресс массовой информации по итогам переговоров с президентом Турции. Глава государства отметил, что встреча прошла в духе традиционной дружбы, взаимного уважения и понимания, основанных на общих исторических, культурных, языковых и религиозных ценностях. Одной из главных тем обсуждения стало дальнейшее развитие кыргызско-турецкого сотрудничества и его вывод на новый уровень. Турция на протяжении многих лет является для Кыргызстана одним из ключевых торговых и инвестиционных партнёров. Уважаемый президент Эрдоган и я подтвердили готовность оказывать политическую поддержку и защиту инвестициям в секторах экономики, представляющих взаимный интерес. Кыргызстан твёрдо намерен и далее улучшать условия для внешних и внутренних инвесторов. По вопросам образования достигнута договорённость о расширении сети школ образовательного фонда МАРИФ по всем регионам Кыргызстана. Также достигнуто соглашение о возобновлении договорённости, которые предусматривают бесплатное лечение граждан Кыргызстана на территории Турции. Мы также договорились продолжать и углублять наше сотрудничество в области здравоохранения. Вместе с этим мы отметили активное развитие кыргызско-турецкого сотрудничества в военно-технической и оборонной сферах, а также его высокий потенциал для дальнейшего расширения. Государственный визит президента Турции в Кыргызстан стал символом глубокого партнёрства, основанного на взаимном уважении и общей приверженности к укреплению связей между двумя странами. Этот визит и подписанные в его рамках документы открывают перед Кыргызстанами и Турцией новые перспективы для сотрудничества, повышают стратегическую значимость отношений и укрепляют позиции двух стран на международной арене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова